Тематика охотничья, рыбацкая, вот я чем рыбу ловлю. Вот мои автоматы самоподсекающие, которые рекламируются по телевидению. Словом, коллекция начала расти. Люди знакомые и не очень отдавали самые разные вещи, которым Виктор Лазутин находил место на стене коридора своего дома. Вот это, например, не просто какая-то деревяшка, а зуб мамонта. Он же самый ценный экспонат домашнего музея. Это Алипова, чемпиона, отец. И вот он говорит, что для музея привезти. Я говорю, что редкостью является. Вот это редкость. Сам Виктор Лазутин по образованию юрист. Служил в воздушно-десантном войсках. Поэтому одна экспозиция посвящена именно этому периоду его жизни. Приуроченные 85 лет ВДВ. Остальные там братства по оружию. Здесь гвардейская часть, где я служил. Этот орден называется Орден Маргелова. А Маргелов – это основатель, парашютист номер один или десантник номер один. Маргелов Василий Филиппович. Войска дяди Васи. Это по количеству прыжков присваивается спортивный разряд. Потом уже становится человек, парашютист, инструктор. Количество прыжков. Вещи, они же экспонаты, разложены по тематике и по дате своего создания. Этот топор, к примеру, относится к 1917 году. В 1917-й. Этот топор, он был утерян хозяином. Ну, сосед взял и присвоил тихонечко. А здесь жил Сулин Венемин Михайлович. Его сейчас нет. И вот перед тем, как тот уйти, самому негать, Николаевич, топор-то отсюда, верните его на родину. Вернули. Хобби героя – рыбалка и охота. Об этом он сам не говорит, но догадаться было несложно. Ездим в Малмышку, Крящ Пакшин, Уразбахтина, Хафизовка, Нижняя Ошма с этими автоматами. Бывает, вот и такие поймаются Сазан на три с половиной. Вот там есть большая уточка. Мы со своей подругой ездили в Уразбахтина. Складываемся, сматываемся, как мы говорим. Она кричит – автомат сработал! А он когда так срабатывает, так сразу уже рыба там остается подсеченная. Она мне опять кричит – удочку своровали! Эта удочка по пруду посредке плавает, рыба таскает ее за леску. Но пришлось этот автомат перебросить. Леска тонкая, я знаю, что я его не возьму. И когда к берегу ее подвел, вот там такая голова с такими глазами, он вот так и ушел. О музее знают не все, но кто слышит о нем через знакомых, то сразу прямиком спешат к Виктору Лазутину. На днях автору домашней коллекции исполняется 70 лет. И самым дорогим подарком на свой день рождения, говорит герой сюжета, станет экспонат, который украсит его частный музей.